Всем привет! Возвращаемся к истории религии. У нас тут священное животное помогает. Видите, приходится чего заманивать. Само не идёт. Потому что на столе нет ничего шебуршащего. Если бы было шебуршащей, она бы тут всегда сидела. Вообще было бы не выгнать. Но пока приходит вот так вот с резиночкой. Мы-то в прошлый раз где остановились? Остановились мы на археологии на библейской. Это было такое, как теперь принято говорить, в боквел. Бывает сиквел, бывает приквел. А это в боквел. Так вот, если мы отскочим в позапрошлый ролик, где мы остановились на вавилонском плене. Сначала на сирийском плене Израиля, а потом на вавилонском плене Иудеи. Вот нам нужно отскочить теперь туда и двинуться с того места, где мы остановились. На самом деле это гиперважная тема. Сам вавилонский плен и то, как евреи оттуда ушли и что там происходило. Потому что я настаиваю, я, конечно, не могу это доказать со стопроцентной уверенностью. Но судя по тому, что мы знаем из археологии, судя по тому, что мы знаем из письменных источников, конечно, в основном это нарратив, но и редкие документальные источники, донесённые до нас в круге египетских древностей, в круге вавилона-асирийских древностей, не было единого народа в Израиле. Мало того, что там было два царства, ифраимитское израильское северное царство, и иудея, царство коленной Игуды, южное царство. Так там, судя по всему, к моменту ассирийского плена и вавилонского плена, в общем-то, в полном смысле слова, единого народа не сформировалось ещё. Да, там было представление о единой центральной власти, видимо, было раннее, протогосударственное, раннее государственное образование, но как такового единого народа не было. Потому что, когда мы смотрим даже на классическое библейское воспроизведение 12 колен израилевых, то колено – это в данном случае, конечно, некая натяжка, потому что это не вполне роды, это племена. И если мы потом посмотрим на карту Израиля, и посмотрим, как распределяются там и археологические культуры, конечно, родственные, и на классическое разделение, в каком месте какое племя Израиля жило, мы поймём, что это именно племена. В общем-то, полусамостоятельное образование, которое не настолько подчинено центральной власти, не настолько связано друг с другом, как это было бы понятно, скажем так, нам в современном нашем бытии. Так вот, царство Израиля уничтожено Ассирией. И дальше уже и Иудея допрыгалась, потому что пришёл новый мощный завоеватель, новый Вавилон, который буквально одним прикосновением пальца уничтожил Иудейское царство. Откупиться не получилось, как это в прошлый раз делали с сирийцами. И считается, что в 586 году или около этой даты значительная часть городского населения Иудеи оказалась в Вавилоне. Земледельцы, конечно, крестьяне, полукочевые скотоводы в основном, конечно, остались на месте. Кому они там были нужны? Но, тем не менее, очень значительная часть ушла в Вавилон. А что такое был Вавилон? Вот, собственно говоря, то, на чём мы остановились в прошлый раз. Вавилон – это древнейшая цивилизация. Если не в мире, то в данном регионе уж точно. Там с некоторым опережением древнее Вавилона индогангские цивилизации идут, но они, согласитесь, всё-таки далековато от этого полудородного полумесяца Средиземноморского, о котором мы сейчас рассуждаем. А когда эта цивилизация вообще зародилась? Вот там около 3300 года до нашей эры появляется протописьменность. А как таковая письменность, клинопись, появляется между 3000 годом до нашей эры и 2700 годом до нашей эры. То есть, представьте себе, что письменность в данном регионе, куда угнали евреев, появилась на 1200 лет раньше, чем если бы появилась Россия, существуя она тогда. То есть, только письменность в этом регионе существует более чем в два раза дольше, чем существует Россия от самого своего начала, от призывания Рюрика. Легендарного, конечно, призывания, былинного призывания Рюрика. То есть, это прорва времени. И евреи, которые только-только буквально подошли к сложению государства в полном смысле слова, то есть, вот смотрите, они где-то около 1000 года начинают какое-то государство образование, начинается у них государство Генезис. И вот VI век они оказываются в плену. То есть, они 500 лет буквально просуществовали как нечто более-менее самостоятельное нечто. Хотя, повторюсь, эти ранние племенные союзы вряд ли можно считать полноценными государствами. И они оказываются в цивилизации, которая впитала в себя бездну времени даже уже по тем временам. Это 2500 лет непрерывного развития настоящей цивилизации, настоящей культуры. То есть, эта культура стала уже не просто культурным кодом данной местности. Хотя, конечно, стала, но вы представьте себе, что шумеро-аккадский эпос о Гильгамеше и Энкиду начал записываться клинописью где-то в XVIII веке до н.э. То есть, за 800 лет примерно как евреи стали евреями в Ханаане. А к VII веку до н.э. эпос о Гильгамеше и Энкиду не просто записан, это настоящий бестселлер вообще в данном регионе. Потому, что он есть на хецком языке. Я уж молчу, конечно, про… И, собственно говоря, вавилонское окружение он уже есть и на хецком. Его знают в Египте. То есть, это нечто, что уже вышло за пределы культурного кода. И стало в полном смысле слова культурным наследием. Потому, что то, что какие-то там в III тысячелетии до н.э. эти междуреченские пастухи или рыбаки пересказывали друг другу томными вавилонскими вечерами какие-то сказки, это никому кроме них не было интересно. А вот когда оно стало записано и пошло не просто в народ, а в народы, вот это уже по-настоящему культурное влияние, которое является и элементом экспансии. И в том числе внутренней экспансии. И частью этой внутренней экспансии, естественно, стали и пленённые евреи. И вот именно там, в вавилонском плену, судя по всему, евреи и начали осознавать себя единым целым. Потому, что какой-нибудь человек из колена Игудовы, вот он смотрел на человека из колена Монасии, или на человека из, не дай бог, какого-нибудь колена Ефраимова, которые вообще были ужасные подонки для них, потому что Северное царство, непонятно, они молятся непонятно как, самое главное, сепаратисты. Но тут-то получается, что это же братан, потому что они с ним говорят на одном языке, ну там может быть не совсем на одном, но там разница как между ленинградцем и калужанином. Этот, говорит, свёкла, а этот буряк, понимаешь, этот картошка, а этот бульба, этот лук, этот цебуля. Ну всё ж понятно, это ж свои. И именно там начинается некая спайка евреев просто по причине того, что у них был вариант или полностью раствориться в вавилонском окружении. Кстати, к чему всё шло? По крайней мере, были такие тенденции. Или всё-таки сохранить некую самость. И естественно, когда есть против кого дружить, дружба получается самая крепкая, потому что если дружить не против кого, ну что ж, приходится воевать внутри самих себя. То есть, евреи оттачивают некие культурные моменты, которые отделяют их от окружающих. Евреи начинают тщательно блюсти, ну давайте так, чтобы не кривляться, чистоту крови. То есть, нужно было обязательно понять, что этот человек точно из наших. А не уже там 35 раз перемешавшись с вавилонянами, непонятно кто, который уж даже говорить-то по-нашему плохо умеет. Где-то в это время зарождается, зарождается, она ещё не вышла на первый план, зарождается традиция отсчёта родства по матери. Потому что в это время и в допленное время, естественно, евреи отсчитывали родство, как и все патриархальные народы, по отцу. А евреи были страшно патриархальным народом. Вы просто почитайте ранних пророков, книгу Судей и, собственно говоря, всю Танаху. То есть, всё Пятикнижие Моисея, весь Ветхий Завет, Тору. Там всё понятно с ролью женщины. Женщина имеет роль строго вспомогательную. Но теперь-то мы видим, что у евреев родство меряется по матери. Началось это именно тогда. Потому что отец-то может быть любой, а мать даёт конкретное понятие, от кого этот человек родился. Потому что двух матерей быть не может. А отцов, извините, кандидатов в отцы может быть сколько угодно. Поэтому, как можно подумать, в это время начинается эта традиция. Хотя, повторюсь, она станет более-менее основательной и постоянно продуцироваться только после римского рассеяния, после римской диаспоры, то есть гораздо-гораздо позже уже в нашей эре. Ну, неважно. Это мы сейчас забежали вперёд. Просто нужно понять, что евреи стали вырабатывать некие меры противодействия для того, чтобы не раствориться в вавилонской среде. Кто в первую очередь эти меры противодействия вырабатывал? В культурном смысле. Конечно, жрецы. Потому что в первую очередь именно жрецы были поставлены на командование угнанными пленными. Потому что ставить над ними военачальников, ну, как-то это не очень понятно зачем. Потому что если ими военачальники будут командовать, так они же уже организованы по военному принципу. Они сейчас восстание поднимут, их давить придётся. Ещё непонятно, чем это всё закончится. Кому-то надо. А жрецы – это совершенно другое дело. Они всё-таки люди духовные. Они больше нацелены на постижение неких философских истин, чем на войну, на совершение конкретных кровавых деяний. Тем более, что по еврейским понятиям именно жрец-то не должен был обогреть руку кровью ни в коем случае. Это уже нечистый человек получается. И именно жрецы в это время, именно в это время они составляют основной корпус вообще библейских текстов. Именно в консолидированном, сложенном виде. Понятно, что мы говорили, какие тексты появляются раньше, задолго до пленения. Но консолидированно они появляются именно в это время. И в обработанном виде тоже Вавилон дал огромный толчок к еврейскому книготворчеству. Это очень просто проверить. Это сделано до меня, это никакое не открытие. Если мы посмотрим на космогонию шумеро-аккадской мифологии и космогонию библейской мифологии. Если мы посмотрим на легенду о грехопадении и там, и там. Я не говорю, что евреи занимались плагиатом. То есть, они приехали в Вавилон и сказали такие, о, ничего себе, как у вас тут все здорово придумано. Давайте-ка мы сейчас просто это все аккуратненько зарерайтим и заберем себе. Нет, конечно. Все-таки и Вавилон, и вместе со всеми его предшествующими цивилизациями, и, собственно, ханаанская цивилизация находились не очень далеко. И во многом были родственные, потому что, например, шумер в свое время завоевали семицы язычные аккадцы. То есть, родственники нашим евреям. Пускай дальние, но тем не менее. И условия жизни-то, в общем, во многом были схожие. А учитывая, что ханаан был проходным двором между Египтом, хетами Асирией и Вавилоном, то, конечно, там оседали самые разные и идеи в том числе. Но пугающее сходство этих легенд, конечно, говорит и о том, что евреи использовали именно вавилонский вариант шумеро-аккадских мифов для формирования именно рафинированной, оформленной окончательно Библии. Если мы посмотрим, например, на блестящий совершенно пассаж о сотворении женщины из Библии, то есть, мы все знаем, что Господь погрузил Адама в глубокий сон, изъял у него ребро и из ребра сотворил женщину, Еву, то в вавилонском мифе все звучит очень похоже, но не совсем так. Он на самом деле кажется несколько глубже и, по крайней мере, возможно, несколько логичнее. Потому что, вот посмотрите, у бога Энки болело ребро. Вот так получилось, что занедужил бог. Они же все антропоморфны, поэтому устают, болеют в плане, как люди. А как ребро на шумерском языке будет? Точно мы не можем это транслитерировать, но принято так. Ти, то есть, ребро – это Ти. А вызвали богиню, которая должна была вылечить ребро Энки, и звали его, ее, прошу прощения, Ни-Ти. Нин-Ти, то есть, Нин – это женщина, Ти – ребро. Женщина – ребра, или женщина от ребра, или ребро – женщина. Но Нин-Ти одновременно – это и сотворение жизни, даяние жизни. То есть, Нин-Ти – это одновременно и женщина, дающая жизнь, и женщина от ребра. То есть, таким образом мы видим, как похожи, но трансформированы данные мифы в еврейском преломлении. Ну или самое, наверное, яркое, что может быть – это грехопадение. Отлично наша история, это известно, как хитрый змей пробрался в Эдемский сад. Ну, змей, понятно, скорее всего, это адская сатана. И глупенькая Еве израчно шептал, что вот то, что вам запрещают кушать от древа познания добра и зла – это ограничение свободной личности. А вот если ты съешь такое яблоко, кстати говоря, музыку своему посоветуй, то с вами совсем по-другому придётся считаться. Потому что пока вы малоинформированы и образованы, а вот как вы сожрёте яблоко, сразу всё будет по-другому. Ну, они и скушали, после чего Бог очень расстроился и выгнал их. В вавилонском мифе звучит, на мой взгляд, тоже более логичная мысль. Потому что боги запретили есть Адаму и Еве не яблоко с древа познания добра и зла, а плод древа жизни, чтобы они стали бессмертны, как боги. Потому что только боги имеют право на бессмертие. И вот сколько копий сломано, сколько, даже не тонн, цистерн, чернил изведено, чтобы объяснить, какого ж чёрта бог так обиделся на то, что Адам и Ева скушали яблоко, от которого они стали просто различать добро и зло. Вариантов миллион. По этому поводу целая теологическая школа сложилась. Там вплоть до того, что на самом деле бог-то их выгнал не за это, не за нарушение запрета, а за то, что они стали запираться. Потому что в Библии они же говорят, что нет-нет-нет, мы ничего не делали, это были не мы, это была случайность. То есть, гордыня мешает. Вот за гордыню-то их выгнали. То есть, вариантов масса. Но если мы посмотрим на вавилонский миф, то он гораздо логичнее. По крайней мере, как мифологема он понятен. Эти негодяи, человекообразные, эти вот кожаные волосатые ублюдки взяли и решили стать равными богами и стать бессмертными. Понятно, кому такое понравится, их и выперли из рая. И вот если мы внимательно посмотрим на библейское изложение, мы увидим следы именно этого вавилонского варианта мифа. Сейчас я попробую зачитать. И сказал Господь. Это синодальный перевод, уже, по-моему, православнее некуда. Я специально не углубляюсь в разные варианты, которые ещё более понятно звучат. Пока просто такая вот классика. Уже причесанная, прилизанная, кастрированная, но всё равно даже через неё старый миф сквозит. И сказал Господь Бог. Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простёр он руки своей, и не взял так же от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Это Бытие, глава 3, стих 22. Вот это полностью выбивается вообще из всей парадигмы, которую нам навязывают в уже сильно видоизменённом Пятикниже и сильно видоизменённой Библии. Потому что вот эта часть, она то ли собственная, древняя, еврейская, от настоящего еврейского политоизма, который именно в это время-то царствует вообще. Там никакого монтоизма ещё и речи нет в это время, но об этом мы чуть дальше скажем. Или это след того, как евреи перерабатывали собственные предания, глядя на уже записанный корпус вавилонских рафинированных текстов, которые были очень крутые по тому времени, повторюсь, это были настоящие бестселлеры, которые имели колоссальное влияние на образованную публику региона вообще. И же важно, что даже сентальный перевод говорит, что Адам стал как один из нас, потому что боги только что сотворили небо и землю, Элохим – это множественное число, и вот он стал как один из нас. И вот эта часть, что не взял бы так же от древа жизни и не вкусил, это напрямую точная параллель сумеро-аккадской мифологии. Ну, то же самое мы встречаем и по поводу потопа, например. Там единственное, что не просто какой-то бог сообщил герою, что надо бы строить лодочку, а конкретно бог Энки нашептал, что вот сейчас остальные боги задумали нехорошее, если хочешь втаться в живых, строй срочную лодку и сиди в ней. Это, конечно, миф о потопе совершенно архетипическое нечто, которое встречается в большинстве цивилизаций, которая выросла вдоль больших рек, которые сильно разливаются. Потому что катастрофические разливы того же Янзы и Хуанхэ в Китае, где тоже есть миф о потопе, это настоящая катастрофа, которая превращала всю известную айкумену человека того времени в нечто, что непригодно к жизни, нечто смертельно опасное. Это, конечно, гнев богов или бога, или фатума, или рока, неважно, но факт в том, что это вселенская катастрофа. То есть, вот на этих маленьких примерах можно однозначно видеть, что еврейская религия претерпела весьма заметное воздействие, и не могла не претерпеть весьма заметного воздействия от вавилонской религии. Где, повторюсь, жрецы были в большом почёте, как надсмотрщики над собственными людьми? Ну, по крайней мере, идеологические надсмотрщики, которые держали их в каких-то приличных рамках. Но сколько это продолжалось? Да, для израильского царства это продолжалось долго, мы помним, что ассирийцы разгромили хаш в 8 веке. Но евреев-то из иудейского царства взяли в плен в 586 году, то есть это начало 6 века. Ну, примерно так. Да, конечно, чуть-чуть страдают условностью, но проходит всего 50 лет, или целых 50 лет, это как посмотреть, между прочим. И в 538 году вавилон громит новый завоеватель Персия во главе с царём Киром. А царь Кир, как, собственно, его наследники, Артаксерксы, потом Дарий, они были крайне тружелюбно, крайне толерантно и лояльно настроены ко всем, кого завоевали в своё время вавилоняне и ассирийцы. То есть, неоднократно издавались, как бы мы, наверное, назвали их, эдикты, которые говорили, что, ребята, если вы чувствуете, что вас здесь поселили насильно, вам нехорошо, ступайте на все четыре стороны. Вот вы из Ханаана, у вас там вроде как земля обетована, езжайте. Ну, это не нужно слишком хорошо или плохо думать про царя Кира и его наследников. Он дурачком-то не был, потому что уезжайте в Ханаана-то куда? Это всё там же в Персии. То есть, это как примерно с бегством из Египта в 14-13-м как до нашей эры при Рамзесе. То есть, куда ты побежишь? Ты побежишь из штата Техас в штат Алабама. То есть, ты побежишь из Междуречия, собственно, из столицы, из метрополии, тоже в пределах персидской державы, но к себе домой. И, кстати говоря, очень хорошо, что вы не в метрополии, потому что вы перестанете отсвечивать, наконец. А там тоже наша земля, которую нужно обрабатывать, поддерживать дороги, обеспечивать гарнизоны. Ну, хоть вы делом займётесь. И поэтому все желающие уезжают. Причём желающих, как нам говорит Писание, оказалось, что-то около 43 тысяч человек. То есть, вроде бы как и не так много. Мы-то тоже можем это понять, потому что евреи в это время, в Вейлонской метрополии, за два поколения, уж третье поколение началось, за два поколения полностью ассимилировались и прекрасно себя чувствовали. То есть, части просто вообще никуда не нужно было ехать, совсем. Но всегда есть некая активная часть, потому что, естественно, для знати, скажем так, для еврейской знати, перцы предоставили режим максимального благоприятствования и стало возможность сделать неплохую карьеру. И вот отправляется первый караван в Израиль, точнее говоря, извините, в Иудею. Про Израиль я сейчас отдельно скажу. 43 тысячи человек, ну давайте так, для ровного счёта, 45 тысяч человек во главе с наместником, которого зовут в Библии просто Зеру Бабель или Зеру Вавель. То есть, семя вавилонское, зерно вавилонское, Бабель. Вавилон, понятное дело, Бабель или Вавель, это Вавилон, а Зеру – это зерно или семя. Семя вавилонское. Это человек, который происходил, как зовут его по-настоящему, мы не знаем, это, естественно, партийный псевдоним. Происходил он, судя по всему, из легендарного потомства Соломона и Давида, то есть вообще из самых-самых-самых царских кровей. Но сам по себе он, конечно, справится с поставленной задачей, а именно восстановлением иудейского царства не мог. Поэтому как-то так внезапно около него образовались два проверенных партийных работника. А это был конкретно пророк Айгей и пророк Захария, которые писали и проповедовали ещё в вавилонском плену. То есть, это люди уже были опытные, немало повидавшие, зарекомендовавшие себя вообще перед администрацией. И, видимо, упомянутым товарищем Зеробабелем. То есть, книги малых пророков, и книга Захарии, и, судя по всему, книга Айгей, видимо, были написаны уже в плену. Ну или, по крайней мере, часть какая-то их была составлена в плену. И персы именно проверенных товарищей отправили вместе с Зеробабелем для восстановления, естественно, несамостоятельного царства. Для освоения хозяйства заброшенной провинции. Это было очень важно. Столько земли пропадает. Аханаан, повторюсь, это важнейший географический пункт. Да, там, конечно, не всё в порядке с сельским хозяйством, как хотелось бы. То есть, уж с Египтом и между речием Тигра и Фрата не сравнить. Но самой географией эта земля сделана так, чтобы она занимала важнейшее положение для торговли и культурного обмена. И, конечно, в военном смысле важнейшая территория. Напомню, именно туда совершенно не напрасно в своё время устремились крестоносцы. Много-много-много-много веков спустя. Но не потому же, что им очень сильно хотелось на евреев посмотреть. Нет, конечно, или на арабов. Словом, жреческая аристократия получила большой карт-бланш. Что ужасно. В это же время из Вавилонского плена освободились представители Северного царства. То есть, царства Израильского. То есть, скажем так, далёкие потомки колена Ефраимова. Или Ефраимова, как правильно сказать. Неважно. И все описанные персонажи вернулись домой. А дома ты их ждал кто? Дома их ждали собственные евреи. Ассирийские и вавилонские переселенцы. Словом, то, что заполнило пустоту, образовавшуюся после депортации. И, естественно, местные были не шибко рады тому, что все их бывшие эксплуататоры разом вернулись. Более того, например, для израильтян, которые загремели в депортацию вообще 200 лет назад, они уже были тут не совсем свои. Тем не менее, очень сложно было спорить с центральной администрацией персов, поэтому и Иудея восстанавливается, так и Израиль восстанавливается. Но с Израилем-то было совсем всё плохо в силу того, что местность была настолько густо разбавлена переселенцами, что они уже не были вполне израильтянами, вполне израилитами, вполне евреями. Именно с тех пор их сами евреи называют просто жителями области Самарии, то есть самаритянами. Я уверен, все, кто читал Библию, тут же вспомнят ту самую знаменитую притчу о добром самаритянине, вспомнят о том, что Иисус Христос происходил из вроде как Назарета Галилейского. Назарианин он был, то есть тоже самаритянин. Это не совсем иудей, а может быть даже совсем не иудей. Более того, во внутрииудейском мирке гажа этих людей не было никого. Они были, ну да, вроде свои, вроде как тоже иудеи по религии, но на самом деле нет. А почему нет? Да потому что самое главное, что идеологический аппарат восстанавливаемый иудейской провинцией проповедовал, опираясь, конечно, на куда более старые наработки, что храм может быть только один, это было кардинально важно для пополнения благосостояния и бюджетирования собственной церковной организации. Храмов не должно быть много, жертвоприношения не должны распыляться по всей стране, они должны совершаться в одном месте. И что сделали эти гнусные самаритяне? Они параллельно с евреями из правильного иудейского царства строят второй храм. Мы же помним, что первый храм, храм Соломона, был уничтожен при завоевании в Вавилонском, но теперь, так как Кир дал санкцию на восстановление провинции, естественно, нужен был идеологический центр некий, некое идеологическое связующее звено, таковым стал второй храм в Иерусалиме. Но в это же время в Самарии строят ещё один храм на горе Гризим. Это примерно центр Самарии, до сих пор гора есть, почитается, о ней много сказано, кстати, в Библии. Это было в самом деле священное место, и именно об этой горе, как о священной горе, говорит знаменитое самарийское или самаритянское пятикнижие. Потому что мы знаем классическую Тору, которая вошла в том числе и в фестандальный русский перевод, оно есть. Но где-то около, начиная от 12 века нашей эры, мы имеем записи, списки с более древних памятников. Это древнее самарийское пятикнижие, которое вроде бы говорит о том же самом, только, естественно, с некой поправкой на территории. Потому что для них священная территория главная книга не иудея, а Самария. Хотя вроде бы, ну, примерно об одном и том же. Тут, кстати говоря, вот именно здесь начинает крыться то, откуда потом возьмётся христианство. Это мы сейчас очень сильно вперёд забегаем, это уже вопрос следующей лекции. Зарождение христианства, формирование условий, в которых христианство вообще появится. Откуда вообще взялся сам Иисус Христос, эта фигура? Мы поговорим об этом в следующий раз, но пока просто поймите, это было ужасно, когда у вас на одной территории вдруг высадился целый десант из ранее депортированных народов, и оказалось, что на их месте уже кто-то живёт. Они вынуждены были как-то сосуществовать. И северные люди, которые потеряли свою родину намного лет раньше и прожили возгнание гораздо больше, оказались в совершенно чужом окружении. Да, они смогли его как-то обузать, и вдруг они перестали быть по-настоящему полностью евреями. И вступили в жесточайший идеологический конфликт с Южным царством. Кстати, что занятно. Вот мы только что обрисовали два храма, ещё был третий храм, мы о нём знаем, из знаменитого архива в Элефантине. Когда царь Манасия послал на помощь египтянам целый отряд, большой отряд, который в Элефантине осел и переписывался со своими родственниками. Масса писем интереснейших, которые в том числе касаются и религиозных дел. И вот так, три храма одновременно вместо одного. Хотя это ересь жуткая с точки зрения вообще церковной администрации еврейской того времени. Не может быть вообще никаких храмов, не может быть даже, чёрт возьми, жертвенников. Эти жертвенники должны быть строго запрещены. Всё должно быть в одном, единственном храме, поймите. Это был вопрос тогда никакого не монотеизма. Сейчас мы об этом подробненько поговорим. Это был вопрос собирания церковного налога. Потому что, вы представляете, у вас каждый род ещё из не только допленной, но и до государственной эпохи имеет своего бога-родоначальника. Это, повторюсь, это никакой не патриарх, это именно бог. И то, что мы сейчас его называем патриархом, не значит, что ему не приносит жертв так же, как богу. А ещё есть горы, холмы, которые близко к небу, и поэтому там можно молиться, кстати говоря, тому самому Яхве. Или не только ему. Есть священные рощи, где тоже можно молиться Яхве или приносить жертвы местным богам, которые заведуют, например, засухой или, наоборот, не засухой. Которые заведуют стадами диких животных, волками какими-нибудь, чтобы этих волков просто не наслали на собственных овец. Им нужно всем приносить жертвы. Это недопустимо. Нужно, чтобы все эти жертвы приносились в одном месте. Причём в строго установленное время, в строго установленном размере и в правильном порядке. Да, это сделать в большой мере удалось, но только в большой мере, не полностью. Повторюсь, храмов оказалось как минимум три, да и все эти священные рощи и прочие оставались вполне себе ещё действующим объектом. Ну, невозможно было даже с помощью персов догнать каждого этого пастуха, заглянуть ему в походный шатёр и посмотреть, не молится ли он втихаря там кому-нибудь. И, кстати, вот это он молчит и губами шелит, он молится? Точно молится. Может, он стихи сочиняет. Словом, вопрос сложный. Почему же я, собственно, говорю о монотеизме? О том, что с этим тогда были большие проблемы. Считается-то даже, как-то сказать-то, более-менее лояльными к современной библейской критике церковными деятелями. Что да, ну понятно, мы же не будем кривляться и говорить, что когда-то кочевники уже были монотеистами. Этого быть не может, конечно. Но уж после плена-то, естественно, там все познакомились с правильными философскими воззрениями Шумера-Акада, Ассирия и Вавилона, оттолкнулись от них, вступили в дискуссии с местными философами-жрецами и, наконец, уж поняли, что вот где настоящая религия, монотеизм. И тут же пошли её внедрять. О чём нам говорит, в том числе, и Библия, о том, что вот нужно разрушать эти поганые жертвенники, и что Бог вас иначе покарает. Вот вы посмотрите, как чудненько тут же легла вся эта история с исходом иудеев из Египта, когда Моисей только залез на гору Синай получать завет. А раз, и евреи принялись поклоняться непонятно кому, тут же совершенно, и за что получили суровую казнь. Это вот, между прочим, очень даже соотносится с описываемыми временами. Но, если мы внимательно посмотрим на то, что происходило даже в храме, единственном важном храме, то мы поймём, что с монотеизмом там большие проблемы. Потому что, во-первых, у Яхве, как мы знаем, имелась жена, которая тоже была естественным образом богиней. Потому что, а кто же ещё сможет с богом сожительствовать? Это Аннат, мы о ней говорили, по-моему, во втором ролике. Но есть и вторая жена у Яхвы. Это Ашим, Ашим-Бетель. Это всё женские божества, которые известны и даже описаны в книге Иезекииля. Это книга Иезекииля, глава 23, стих 4. Да, там, конечно, говорится о том, что это всё неприемлемо. На самом деле всё должно быть не так. Но, если даже пророк говорит о том, что это является нормальной практикой, с которой нужно бороться, значит, по-настоящему-то это был просто общепринятый культ. Потому что бог знает, что там в храме. Самое-то главное не что в храме происходит, а то, что происходит у рядовых пользователей в головах, которые, собственно, и составляют фон религии. Вы же понимаете, что ни жрец, ни первосвященник, ни современный патриарх и его митрополиты являются носителями религии. Прихожане являются носителями религии. Просто потому, что их больше гораздо. Если официоз говорит нам о том, что есть Яхва и две жены, значит, с монотеизмом было всё в порядке. Его просто не существовало. А почему две жены? Так понятно же, потому что в это время у евреев было очень распространено двое жёнство. Это, конечно, не чудовищные гаремы, которые были популярны у знати времён Таря Соломона. Но две жены – это было хорошо. Вы понимаете, одна моет посуду и готовит еду. Другая в это время пилит и сношает мозг. Это очень удобно. А так всё одно приходится делать. Это евреи не любили. Естественно, прокормить двух жён могли не все. Но царь мог, а уж, извините, царь небесный уж точно справлялся с двумя жёнами. Но мы, если думаем, что вот есть Яхва и две жены, мы сильно заблуждаемся. Всё не так. Потому что вот у нас есть, например, псалмы. Классические псалмы, которые вроде бы сочинил Давид. Вот если мы посмотрим на псалмы, которые посвящены празднику воцарения Яхвы, мы увидим, что Яхва там представлен первым на собрании богов. Это прямо вот в тексте псалмов практически. Да, сейчас они слегка заретушированы. Но вот, например, псалом 82, 97, там вместо этого причесанного, отредактированного Ле Умим надо читать Элло Хим. То есть, как раз богов. Не вообще на каком-то собрании, а на собрании богов. Кроме того, в храме имеются астральные наши боги, то есть, боги, божества, посвящённые солнечному циклу. Это Шемеш или Хаман. То есть, это прямой аналог греческого Аполлона. Потому что в храме присутствует его колесница, изображение его коня. Кроме того, да, это можно почитать, вот, пожалуйста, 4 книга царств, глава 23, стих 5, у Езекииля, глава 8, стих 16. Описано в этом храме небесное воинство, ну, то есть, знаки зодиака, зодиакальный набор. Небесное воинство, прошу прощения, это тоже никакие ни ангелы, ни архангелы, это именно божества. Я уж молчу о том, что и ангел-то с архангелом. Это мы сейчас вдруг почему-то их разжаловали из божественного ранга. Ну, любой нормальный грек или индус того времени, или римлянин, или, чёрт возьми, Вавилаляне сказал бы, послушайте, ну, какая разница этот Керуб Херувим. Как вы его не назовите, он настолько могущественнее отдельно взятого человека, даже царя, что было бы глупо не считать его богом. Да, конечно, он не самый главный, там есть дяденька гораздо больше, и не один. Ну, это же тоже бог, просто мелкий. Извините, у нас вон в той вот роще, в том дереве, даже там бог живёт. А уж, извините, это небесный бог, между прочим. Так что небесное зодиакальное воинство – это, конечно, тоже боги, рангом помельче. Описывается небесная царица Малкат Хашаим. По словам пророка Еремеи, её культ был в числе официальных культов. В Иерусалиме, нигде-нибудь. Да, конечно, это, повторюсь, пророки предлагают с этим бороться. И, опять же, повторюсь, если есть предложение бороться, значит, тупо есть с чем бороться. Вот о чём я хочу сказать. Из Вавилона позаимствовали богов Томуза, например. Это у Езекииля, опять же, сказано. Глава 8, стих 4. Из Мавитянских земель и Аммонитских – Мелькома и Кимоша. И вот что по этому поводу говорит Езекииль. Были там, да, это глава 8, стих 10-11. Были там в храме всякие изображения пресмыкающихся зверей. Погонь идольская и все кумиры Дома Израиля высеченные кругом на стене. А под пресмыкающимися Езекииль, конечно, разумеет змею. Это очень важно. Потому что медное изображение которой, так называемый Манихуштан, было вообще одним из священных изображений Иерусалимского храма. Повторюсь, это официальное святилище, главное святилище еврейской религии своего времени. Это, пожалуйста, 4 книга царств, глава 18, стих 6. А что такое культ змеи? Змея, как мы помним, это тотем династии Давида. Клана Давида. Потому что Давид выводил свой род от некоего князя, мужа-змея Нахшона. Это, пожалуйста, тоже не я придумал. Это в собрании Хроник. Паралипоменон, глава 2, стих 10 и 15. Что характерно, святилище змеи древнее существовало не только в Иерусалимском храме, но и под Иерусалимом, там, Эбен, Хазахилет, камень змеи. То есть, это, видимо, было каким-то семейным, очень древним святилищем плана. Плана Давида, рода Давидова, колена Давидова. Кроме того, вот мы сейчас перечислили зодиакальных богов, бога солнца, самого Яхве Вседержителя вместе с двумя женами, перечислили заимствованных иностранных богов, то есть, прямо привезённых из плена, тотемов, тотемы древние, перечислили, ну, например, вот ту самую змею. И там же есть просто обычные, вообще супердревние, происходящие из натуральной тьмы веков. Не антропоморфные, не персонифицированные культы плодородия. Вот что Иезекииль пишет. Вот они, сыны Иуды, выставляют навстречу мне фалос. Ну, кто бывал в тех краях, да или не знаю, в той же самой Турции, в Анатолии до сих пор, посмотрите, во-первых, сколько в археологии этих каменных, глиняных и прочих фалосов находят, и как ими до сих пор торгуют уличные торговцы. Это до сих пор очень важный символ плодородия. Тогда это было вообще общепринято, судя по всему. Ну, учитывая, насколько Иезекииль был в шоке. Словом, если мы это всё закруглим и посмотрим в виде некоего независимого иностранного источника, то мы увидим египетскую стелу Истель-де-Фине. Это эллинистическое селение, эллинистический город Дафна. Там есть стелла, собственно говоря, там имели место некоторые иудеи. Кстати говоря, там бывал после Вавилонского плена именно пророк Иеремии. Это в 1586 году, это написано, например, в книге Иеремии. И что мы там видим? Там нарисован Яхва в окружении общепринятого к 6-му, возможно, началу 5-го века пантеона еврейских богов, которых принято было почитать. Там есть, во-первых, сам Яхва, который в ассирийском головном уборе с бородой и при этом с египетским скипетром. Он стоит на спине льва, над головой изображена женская фигура. Собственно говоря, она трактуется более-менее уверенно, как жена Яхвы, богиня Анат. Над богом изображён солнечный диск и полумесяц. Перед стоит жрец с жертвенником, который воскуряет там нечто, видимо, фимиам. Направо и налево по сторонам от солнечного диска изображены два серпа. То есть, одно, видимо, в связи с связью Яхвы с земледелием, это его очень древняя функция, а другое, видимо, это какая-то рецепция египетских верований. Но мы не забываем, что это находится всё в Египте, они не могли не испытывать сильнейшего влияния этой древней культуры. Судя по всему, там людьми, которые сбежали от вавилонян, был восстановлен культ со всеми подробностями, вот теми самыми, которые так были не любы пророку Иеремии. То есть, мы видим, что с монотеизмом в это время совсем никак, его просто не существует. И, кстати говоря, в этом нет ничего особенно удивительного, просто потому, что нужно посмотреть, на каком уровне общественно-политического развития находилась Иудея в то время. Между прочим, там и позже-то будет не всё в порядке с монотеизмом. Но уж сейчас, на момент освобождения из плена, ни о чём таком даже говорить не приходится. А вот о чём приходится говорить, и причём это очень важно и более-менее основательно, в отличие всё-таки от некоторых гадательных элементов дешифровки тех или иных божественных религиозных установлений, которые имели место. А говорить можно о сложении иерократии в Иудейском царстве. Конечно, сейчас это не царство, а персидская провинция, но тем не менее. У нас есть такое маскировочное слово, маскировочный термин – теократия. То есть, если перевести на русский – власть бога. Но так как мы знаем, что, во-первых, непонятно какого бога, их как-то уж больно много, а во-вторых, ни одного бога, ни много богов существования доказать невозможно, поэтому с властью бога большие известные трудности. А вот с властью священников никаких трудностей нет, потому что их существование вполне материально и прослеживается на расстоянии буквально вытянутой руки, их даже потрогать можно. Поэтому вот об иерократии власти священства мы говорить имеем право с полным основанием. И как раз вот тут-то, в случае с Израильским царством, мы именно о нём и говорим. Потому что Зерубабель, естественно, не смог стать никаким самостоятельным царём. Просто потому, что персы бы ему просто не дали этого сделать. А вот первосвященники, жрецы, вот да, они получили точно так же, как и в пленном состоянии, серьёзнейшие полномочия, и самое главное, что они смогли в храме сосредоточить гигантские, просто гигантские материальные средства, которые потекли туда, как в главное культовое сооружение страны. Почему оно стало главным? Ну, мы же только что видели, везде полно своих святилищ, чего угодно. Ну, просто потому, что когда персы построили храм Пановой, точнее говоря, евреи с помощью персов, с разрешения персов построили храм Пановой, уже по Вавилонскому образцу, это было нечто такое, чего местные эти пастухи никогда не видели. Просто оказаться в этом храме среди всего этого золота, каких-то немыслимых колонн, приношений отовсюду, с какими-то кадилами, фимиамом, пением, это ж было натурально, как попасть на тот свет. Эти люди, напоминаю, ещё не знали, что такое рай и ад. Они ещё не додумались до такого посмертного разделения, до идеи посмертного воздаяния. Максимум, о чём они тогда думали, это о том, что душа после смерти попадает в некий шеол, где, как в греческом аиде, будет вечно влочить довольно мутное существование, без памяти, без чувств, без ничего. А вот тут-то храм – настоящий дом бога. Вы представляете, вы какой-нибудь замшелый местный скотовод, который до того, как ваши эти эксплуататоры вернулись из Вавилона, 50 лет приносил жертвы на камни за вот тем кедром, а вокруг тебя ходили твои овцы и гадили. И этот камень, он был хорош только тем, что на закате там офигенный вид открывается. И вдруг приходят эмиссары столицы и говорят, ну, между прочим, столицу-то установили, ты ж помнишь, там эта вся история Соломон, царь Давид, царь Саул. Такой постук, говорит, да, конечно, помню. Ну, а что, я ж фитнезу с историей знаю, вот пою их детям. А помнишь, что нужно делать? Яхве поклоняются. Говорит, я ж поклоняюсь Яхве. Так, это ж, знаешь, ты поклонялся. Ты тут поклонялся раньше, потому что храма не было. Окей, мы тебе это простили, но теперь ты, ты помнишь, что Моисей сказал, да? Вот, храм восстановлен, ступай. И вот ты, не видевший ни хрена, кроме своего этого походного шатра, кроме своих там ста овец непрерывно гадящих и камня, измазанного засохшей кровью и следами сгоревшего зерна, которые ты вымениваешь у соседа, ты попадаешь в здание, которое больше, чем всё, что ты видел за всю свою жизнь, там, где золото, такое количество, что ты даже не то, что не видел, ты даже представить физически не мог, там какие-то курица благовония, возможно, с добавлениями наркотиков, поют песни, ходят люди в золоте, ты понимаешь, во-первых, это то самое, что описано во всех этих песнях, которые ты поёшь детям, которые тебе пел твой отец, а ему его отец и так далее, это дом бога. Нет никакого варианта, что ты попадёшь к какому-то богу после смерти, ты можешь попасть только при жизни, вот сейчас, и вот ты попал, натурально, к богу. Окей, к богам, но всё это настолько круто, что, конечно, для человека с первобытным или около того сознанием это оказывало чудовищное воздействие, и, конечно, все шли по возможности молиться именно туда, в этот храм, а значит, и приносить жертву в этот храм. Кстати, если мы посмотрим сейчас на, или вы посмотрите, на реконструкцию этого второго храма, ну, естественно, его же нету, его же римляне того, ну, этого, в общем, уничтожили, там теперь только стена плача осталась, вы увидите там просто невероятное сооружение. Знайте, это не храм после пленного периода, это храм, который построил Ирод Великий, точнее говоря, то, что он построил вокруг старого храма, это уже такая мощная эллинистическая постройка уже совсем другой эпохи. Собственно, стена плача – это, судя по всему, часть именно внешнего обвода, а не часть самого храма. Но, к слову, мы к этому еще придем позже. Так вот, жречество собирает огромную власть в своих руках, и идеологическую, и чисто материальную, за счет сбора церковного налога, за счет постоянных жертвоприношений именно в храме. Начинает теканиться, собственно, храмовая монета, чтобы можно было купить гарантированно чистую кошерную жертву. Однако, вы же понимаете, что вот это всё требовало объяснения, потому что мало людей один раз оглушить видом этого роскошного сооружения, это же 2-3-5-10 раз действует, а потом начинает возникать вопрос, когда ты уже утомишься, попривыкнешь, а почему, собственно, я должен деньги-то сюда всё нести, нужно всё-таки некоторое объяснение. И в начале первой половины V века, уже V, вот на 100 лет перенеслись, начинается работа по изготовлению важного, одного из важнейших источников, из которых теперь состоит Библия. В первую очередь, конечно, пяти книжек, точнее, шести книжек. Это Жреческий кодекс. Существование его очень основательно доказал Юлиус Вильгаузен, о котором мы говорили во втором ролике, который был посвящён изучению Библии. Так как Вильгаузен немец, его по-немецки до сих пор называют Пристар-кодекс или обозначают на письме просто по первой букве – П. Вот мы знаем Яхвист, Элухвист, второзаконие Д обозначается и Пристар-кодекс П – один, повторюсь, из важнейших источников, из которых потом было составлено пяти книжие. Занимался этим, точнее, возглавлял проект священник-жрец-учёный-эрудит Ездра в 1456 году. Мне просто хочется сказать 1456 год, и там уже получится Война Аллы Белой Розы куда более мне близкая. Словом, в 456 году нашей эры Артаксеркс отпускает Ездру вместе с десантом из 1400 или 1500 переселенцев в Ханан, и он туда приезжает уже с готовым зреческим кодексом. То есть, мы видим, что, во-первых, переселение из Вавилона происходило далеко не в одну итерацию, а во-вторых, уже там, в Вавилоне, занимались написанием книг. И Агей Захарий, и вот Ездра, введение в действие этого жреческого кодекса – это конкретно была коренная реформа – и экономическая, и политическая, и, конечно, религиозная, которая всё перечисленное оформляла в правильные одежды. Во-первых, иерократия установилась более-менее однозначно в Иудее, были очень чётко установлены требования чистоты крови, потому что еврей-иудей должен был быть именно евреем и иудеем, это очень такой агрессивно-узколокальный документ, направленный на особость, самость, изоляцию податного населения, которое не должно было растекаться по родственным связям в другие страны, таким образом убавляя налогооблагаемую базу. Это очень важно. Соответственно, вся конкуренция, которая может быть у центрального культа, должна быть полностью устроена, и может быть никаких вообще лояльных отношений с посторонними религиями, которые однозначно считаются языческими, неправильными, грязными, нечистыми. Ну понятно, потому что конкуренция, например, может быть с какой-нибудь вавилонской религией или с персидской, так ты, может, и не выдержишь, так от тебя паства разбежится. Кому это надо? Однако дело Ездры было очень непростое. Во-первых, это уже лет 150 существует второй храм. Кстати, в этом втором храме творится по поводу монотеизма и мы уже видели, что… И евреи-то вообще, которые очень долго жили и в условиях соседства с ассирийцами, и во время вавилонского плена, бок о бок с теми, кого Ездра собирается называть язычниками, бок о бок, они там спокойно женились, выходили замуж, заводили детей, имели бизнесок там совместный, гоняли другу овец, баранов, верблюдов. Всё нормально было, вот появляется Ездра со своими друзьями. И Ездра берётся за дело мощно, потому что, во-первых, чтобы реально подкрепить свои претензии, он обносит Иерусалим довольно серьёзной по тому времени крепостной стеной. То есть, если он понимает, что если он задолбает окружающих и на него попытаются напрыгнуть саблями, по крайней мере будет не отсидеться, это важно. Это гораздо важнее, чем публикация каких-нибудь книжек – возможность отсидеться, чтобы тебя просто не убили. Это же время такое, когда на перо могли оформить вообще элементарно, и никто бы не узнал, что характерно. Естественно, тут же даже в Иерусалиме образуется партия, которая инициативу Ездра не поддерживает, потому что понятно, сейчас он весь бизнес переведёт под свою крышу, кому это надо. И естественно, на него пишут Кляузу в правильную инстанцию, конкретно Артак Серксон, чтобы он как-то своего этого приятеля привёл в меридианы, в чувства. Но Артак Серкс, посмотрев на Иерусалим, обнаружил, что место-то выгодное, на очень выгодное, в первую очередь, с точки зрения стратегии. Поэтому он не только не наказал Ездру, но и позволил возвести ему окончательную стену. Видимо, каких-то денег даже дал. И более того, почему я думаю, что, возможно, и денег дал. Он послал собственного придворного в помощь Ездре. Это знаменитый евнух Неемия. Понятно, что если придворный, он, видимо, поехал не один, а с неким бюджетом, возможно, с воинским отрядом. В 444 году до н.э. Немия оказывается в Иерусалиме как полномочный представитель Артак Серкса. И он берётся за администрирование реформ Ездры уже как грамотный управленец. Все смешанные браки были разом расторгнуты, язычники были выселены за пределы Иерусалима, если кто сопротивлялся, тех били или даже убивали. Ну и именно при Немии была достроена та самая стена. Т.е. мы видим, как Артак Серкс взялся дружить с начальниками евреев с целью обеспечить себе некую серьёзную фортификацию, некий серьёзный форпост именно в Ханаане. И полностью дружественную элиту местную, конечно же. И вот только тогда Ездра публикует закон. Как считается, что при большом течении народа Ездра зачитывает некую книгу, чтение продолжается с рассвета до полудня. И потом жрецы-левиты, взяв в списки данного закона, расходятся по областям и весям и повторно зачитывают тем, кто не смог приехать в Иерусалим, т.е. натурально как замполиты работают. На следующий день Ездра продолжает чтение. Народ был в панике, потому что он понял, что как же он, чёрт возьми, неправильно жил, молился непонятно кому, приносил жертвы непонятно кому. Боже мой! А вы не представляете, что это значило для человека того времени. Потому что религия – это же дело вообще-то серьёзное, потому что это единственный способ по-настоящему отрефлексировать окружающую действительность. И от того, как ты её отрефлексируешь, строится вообще взаимоотношение с Богом. А Бог или боги, конечно, присутствуют постоянно. И молиться неправильным богам – это просто опасно, потому что тебя свои боги правильные могут наказать. Неправильно молиться или приносить жертву своим богам – это тоже опасно, просто потому что они могут не понять, не услышать тебя. Ну, а в итоге ты или лишишься их помощи, или просто их обидишь. И тут приходит, какой правильный человек, прямо смотрите-ка, это от самого царя Артаксеркса, с ним вон какой знающий человек, и Немия приезжает, они вон стену какую строят. Смотрите-ка, недовольным вроде всем очпинков раздали, т.е. Бог-то их любит. Если их не убили, значит с ними всё в порядке. И они зачитывают что-то, что вообще переворачивает представление моё, твоё, её о жизни. Т.е. оказывается, что и мы, и что ужасно наши деды молились неправильно, и жертвы приносили неправильно. Вот это поворот. Это ж как мы выжили-то до сих пор. Так вот, чтобы как-то поправить свою вину перед Богом, Ездра, во-первых, требует, чтобы все покаялись, все каются, плачут и каются. Как вот теперь улыбаются и машут, тогда было принято плакать и каяться. Пингвины бы тогда бы отлично делали. Плачем и каемся, плачем и каемся. После чего, это всё-таки прошаренные люди, левиты, заставили всех собравшихся подписать клятвы письменно. Ну или, по крайней мере, приложить пальцы, поставить здесь какой-то значок, кто не мог. Какие клятвы? Соблюдать все предписания закона Моисеева. Какого закона так вам только что зачитали? Этот закон, повторюсь, написал его Ездра в Вавилоне в 5 веке. Требованием было самое главное – поклоняться одному Яхве. Вот тут как раз постепенно и начинается настоящий монотеизм. Все, кто поклоняется другим богам, объявляются другим народом, с ними дружить нельзя. Поклоняться можно только в одном месте – в храме. Надо соблюдать обязательно все предписания шаббата. То есть, в шаббат, в субботу можно только отдыхать. Работать ни в коем случае нельзя. Есть четко установленные праздники и четко установленные жертвы, которые нужно жертвовать по этим праздникам. И, конечно, десятую часть всех своих доходов нужно посвящать богу. Или бог страшно обидится. А вы знаете, между прочим, что Яхве делает тогда, когда обижается. То есть, было создано вполне конкретное жреческое государство. Жреческое государство, где была формальная светская власть и реальная власть в руках иерократии, то есть, власти жрецов. Сейчас, наверное, уже никто не сомневается, что именно из Вавилона, а вот в районе 456-44 года был привнесён этот самый жреческий кодекс. Мы, правда, точно не можем сказать, только ли жреческий кодекс был в руках Ездры. Скорее всего, конечно, нет, потому что письменность в этом регионе давным-давно уже была распространена. Судя по всему, что жреческий кодекс и стал соединением Яхвиста, то есть, части книг бытия и так далее, которые именуют бога Яхвы, Элохиста, где бог именуется Элохим, второзаконие, и туда был интегрирован жреческий кодекс. И если так, тогда, видимо, нужно понимать, что всё шестикнижие, включая книгу Иисуса Навина, было записано и сформировано примерно в том виде, как мы его знаем именно тогда, в V веке. Причём писалось оно синтетически, что, опять же, очень хорошо видно при исследовании самого текста, где просто на живую нитку сшиты разные истории, некоторые из которых рассказаны по два раза разными словами. А мы об этом говорили уже. Примерно тогда же, возможно, в конце пленной эпохи, сразу после неё записываются так называемые исторические книги Ветхого Завета. Это книга Судей и четыре книги Царств, как мы знаем. Это очень важные книги. Они использовали некоторые источники, которых мы теперь просто не знаем, потому что они были тогда, как некоторые еврейские летописи придворные, и до нас не дошли. Кроме того, есть ещё книга Пара Липоменон, книга Хроник, или книга Летописи. Это книга ещё более поздняя, это где-то около 300-х годов до нашей эры, то есть начало первой половины, возможно, четвёртого века. В книгах Царств описана история иудейского народа до разделения на Иудею и Израиль, потом отдельно говорится подробно именно об Иудее. И очень кратко упоминается о том, что есть какой-то ещё там на севере Израиль, там это колено Ефраимова. В общем, без особого уважения и подробностей. Если мы говорим о книге Хроник, то есть Пара Липоменония, то там вообще эта небрежность доведена до крайнего предела. Понятно, что именно эта часть писалась с источников, которые формировались в среде Иудейского царства. А потом, ко всему прочему, были ещё специально отредактированы, где всё ненужное из истории Израильского царства было так или иначе вымарано. Очень интересно сравнение, например, образа царя Давида в книгах Царств и Пара Липоменония, то есть книги Хроник. Если в книге Царств, ну, Давид – это такой довольно противоречивый деятель. Он то убивает, то милует, то ведёт себя как праведник, то, наоборот, как грешник. А вот если мы посмотрим более поздний Пара Липоменон, там этого ничего нет. Там такая рафинированная, лакированная, я бы даже сказал, фигура царя-праведника, который, вот, наверное, только бабочек известным местом не пускает, и радугу. А так всё остальное у него уже есть. Это такой настоящий эльф, светлый владыка, на которого даже пятнышку-то грязному никак не прилечь. То есть мы видим, как за века этот образ старались возвеличить, нарисовать некими лубочными цветами, таким образом устанавливая примат вообще этой южной иудейской традиции. Конечно, не стоит вообще сейчас говорить обо всех книгах Ветхого Завета, иначе мы просто потонем, всё-таки их довольно много. Да, кстати, самарейская традиция вообще говорит, что кроме пяти книжек все остальные книги – это какая-то такая максимум нравоучительная ерунда, они не считаются боговдохновенными. Ну, что у нас, тем не менее, происходит-то с течением времени? Вот у нас только что появилась книга «Хроник», у нас подкрадывается четвёртый век, а в четвёртом-то веке что у нас случилось? Правильно! В четвёртом веке наконец персы столкнулись рогами уже на своей территории с греками, точнее с большим эринским образованием – от, собственно, Спарты и Афин до Македонии. Александр Македонский наконец-то отправляется в свой великий восточный поход. Но! Чтобы обеспечить тылы, сначала Македонский завернул на юг, а именно завоевал Египет. Чтобы завоевать Египет, ему нужно было неименуемо пройти через многострадальный Ханаан. И в 332 году Александр Македонский занял Иудею, включив её в состав империи. То есть, власть персов пала. Ну, а Яхва очередной раз, получается, евреям соврал. Вот уж в который раз у них нет собственного царства, а их завоёвывают, вот буквально только ленивые, по-моему, не завоёвывают. У них только что ассирийцы были, вавилоняне были, персы были. Теперь, смотрите, греки пришли. Я бы, честно говоря, такому богу какие-то вопросы стал задавать, потому что непонятно, а что у нас за завет-то такой, интересно. Ну, ладно, мы были плохие и нехорошие, теперь мы вроде как приезды перезаключили. Не успели зажить правильно, как у нас сразу опять отняли нашу страну. Тем более кто? Это ж гажа котов, это ж греки. У них же там не просто многобожие, там ужас, что творится. Кстати, не исключено, что многие из них были гомосексуалистами. Что для еврея нормального. Вообще нонсенс и жуткая мерзость. Смертный фактически грех. Ну, как мы знаем, Александр Македонский прожил недолго. От неимоверных военных усилий и питья неразбавленного вина он скончался в отсвете лет, а за ним пришли его последователи, то есть диадохи, которые немедленно устроили войны диадохов и заодно основали эпоху эллинизма. В частности, вот эта Палестина, Сирия, эти места стали объектом очень долгой борьбы между диадохами Птолемеями, которые захватили Египет, и восточными селевкидами, потомками Селевка. К 198 году до н.э. Палестина оказалась во власти селевкидов. Тут, конечно, вообще было очень интересно. Потому что, как мы знаем, Александра Македонского в Египте объявили богом. Ну, приехал нормальный македонский греческий парень, завоевал Египет, тут ему жрецы сказали, что слушай, ты нами теперь правишь, то есть ты теперь вроде как фараон, а у нас только один может править нами человек. Это не человек. Человек, которым править не может. Только бог. Ты, парень, теперь бог. И вы представляете, вам в 22 года такое скажут на полном серьёзе, что вы теперь не человек, вы теперь бог. Это, видимо, Александра Македонского серьёзнейшим образом повернул в мозгах. И его последователи, которые страшно ему, конечно, завидовали, тоже стали корчить из себя живых богов. Причём как это? Мы же понимаем, что это корчить. Для них это была никакая не игра. Для них это было совершенно серьёзно. А внутри иудеи-то вроде бы всё оставалось по-прежнему. Вот там по-прежнему правили первосвященники, которые выколачивали и жертвы, и регулярный 10-процентный налог. Там единственное, что было, скажем так, нестабильно, и что приносило оживление в жизнь страны, это то, что за место верховного первосвященника у них всё время происходят какие-то драки между жреческими династиями. Естественно, эллинизм на всё это наложился довольно специфическим образом. И о эпохе эллинизма в Иудее мы, наверное, поговорим в следующий раз. Именно в это время закладывается фундамент будущей мировой религии того, что мы назовём христианством. И по факту на самом деле двух мировых религий. Потому что именно из этого корня произрастает не только христианство, но и ислам. Да ислам ещё много веков, но тем не менее узелок, из которого потом разобьют эти ниточки, был завязан именно тогда. На сегодня всё. Изучайте историю. Всем пока.